Как компьютерный вирус, попадая вам на телефон, ворует все ресурсы с банковских карт, так и нарцисс, как вирус, внедряется в психику своей жертвы в несколько этапов, ломает защиты психологические своей жертвы, отключает ее внутреннего защитника, внутреннюю сигнализацию и высасывает ресурсы. Нарцисс похож на вирус, который попадает в организм человека, перекодирует исходный код клетки, то есть клетка работает не на благо организма, а начинает давать ресурс вирусу. В этом видео мы поговорим, как нарцисс разрушает личность человека, для чего это нужно знать, чтобы вы понимали, сколько ловушек, например, есть в нашей психике. Социальные психологи насчитали до 100 ловушек, через что нас, можно так сказать, развести. Кого-то можно поймать через власть, кого-то через желание любви, например, человек хочет отношений и нарцисс имитирует, показывает ему космическую вселенскую любовь, небо в алмазах, а потом все оказывается в аду, горит адским пеплом. Нарцисс сделает все, чтобы свою жертву разрушить, добить до конца. Но почему люди попадают в нарциссический абьюз? Почему в трезвом умеет здравой памяти терпит издевательство? В этом видео я сделаю акцент именно, чем отличается абьюз нарцисса от обычного абьюза. Если после обычного абьюза вы проанализируете ситуацию, вы восстановитесь и пойдете дальше, то после нарцисса люди выжжены дотла, их как будто съели, разрушили. Клиенты сами говорили, я как будто после ядерного взрыва, я как будто разорван, от меня ничего не осталось, я как будто тень, я как будто опустошен. Нарцисс выедает все, даже самые скрытые резервы нашей психики, нашего организма. Ну, например, у нас есть несколько степеней защиты. Наша психика великолепно защищена, как, например, защищено банковское хранилище. Есть несколько систем, которые защищают несколько уровней. Так и у нас. У нас всегда есть самые глубинные дополнительные резервы, которые психика держит для критических ситуаций. Ну, например, внук во время пожара вынес бабушку из огня. Или там попала семья в аварию, мать переворачивает машину, вытаскивает ребенка. То есть, понимаете, включаются скрытые резервы нашего организма. Самое страшное, после нарцисса он забирает вообще все. Он забирает вот эти скрытые резервы, то, что у нас как бы про запас лежит. И, в принципе, человек часто, жертва нарцисса, сам становится нарциссом. То есть, нарцисс превращает жертву в подобие себя. Он делает с жертвой то же самое, что с ним сделали в детстве. И в этом видео мы подробно поговорим, что с нарциссом произошло, почему он такой, чем отличается нарциссическая психика от психики здорового человека. Эти процессы нужно понимать, чтобы вы берегли себя, чтобы вы не стали жертвой нарцисса. Итак, давайте начнем с того, что хоть наша психика имеет много защит, но она и имеет так называемые дыры. Социальные психологи насчитали до 100, так сказать, дыр, ловушек в психике человека. Были случаи, когда нарциссы подлазили через любовь к котикам. Вот, например, человек спасает бездомных котиков, собачек, и нарцисс начинает тоже спасать вместе. То есть, таким образом он входит в доверие. Кстати, подобный принцип используют и в сектах, нередко сами лидеры сект. Это харизматичные нарциссы, там присутствует харизма, сила. Но это сила со знаком минус, темная. И если вас с детства не учили отличать эту силу, то откуда будет этот навык? Нарцисс может подлезть через любовь к детям, через творчество, через искусство. То есть, ловушек много, и наше понимание того, что мы не всесильны, что мы можем лохануться, нас можно развести, но также имеются и ресурсы. Например, мы можем просто у кого-то доучиться, собрать информацию. Ведь информированность, мой преподаватель говорил, предупрежден, значит вооружен. Чем больше у вас информации, чем вы понимаете, как вас вовлекают, как нарцисс вас втягивает в свой нарциссический абьюз, в свой инфернальный темный мир, как некий такой нарциссический морок. Да, я уже на этом канале подробно прямо рассказывала, темный гипноз нарцисса, там есть подробно под видео. И как он заражает этим своим безумием, потому что ведь часто классный, яркий, ресурсный человек. Как его нарцисс развел? Как нарцисс делал так, что человек сломался? Ну что ж, давайте мы немножечко поговорим про то вообще, что представляет собой психика нарцисса. Дело в том, что у нарцисса как таковой личности нет. Сейчас будьте внимательны. Главное отличие психики нарцисса, то есть нарушенного человека, это психиатрия и психики здорового человека. В здоровой психике ядро личности присутствует, идентичность, целостность, осознание. Он может быть порушен, покоцан, даже, например, у него послестрессовое какое-то расстройство, но целостность личности сохранена. У нарцисса вообще вот как таковой личности нет. Вот вы знаете, примерно как биоробот. Вот биоробот-андроид, андроник, бионик. У него вроде он полностью похож на человека, у него интеллект прекрасный, да. То есть, например, нейросети превосходят по интеллекту многих людей, но нет души, нет сердца. Это даже вот интересно, как рисует искусственный интеллект. Я часто вижу просто души нет. Они даже часто глаза, эмоции не могут так прорисовать. Вот психика нарцисса – это как робот, с виду яркий, но там нет сердца, нет души, нет любви, нет того, что делает человека человеком. Любовь, эмпатия, сострадательность, жалость к другим людям, понимание его границ, понимание чувств эмоций. И это страшно понять, потому что вот он просто смотрит на человека, как на пищу. Например, крокодил утаскивает антилопу, не испытывая при этом никаких угрызаний совести, он смотрит на нее, как на котлетку. Так вот, нарциссическая психика, она претерпела травму, часто с детства. Там, с одной стороны, маленький несчастный ребенок, где-то до трех лет, это нарциссическая травма, там мать была нарцисс или еще какой-то нарцисс. Его унижали, гнобили, издевались, бросали его, отвергали, предавали. То есть колоссальное чувство боли, стыда, и происходит расщепление. Где-то в лабиринтах инфернальной заледеневшей психики вот этот несчастный ребенок, который, с одной стороны, дико нуждается в привязанности, с другой стороны, он всячески ее отталкивает. Этот ребенок очень жестокий, мстительный, то есть он застрял на определенных этапах возрастного, психологии детской. На каком-то этапе ребенок просто не понимает, что жуку нельзя отрывать крылышки, ножки, или бабочки-крылышки, что нельзя мучить кошку, он просто этого не понимает, если мы его не воспитываем. А у нарциссов этот механизм поломан, они там застряли, они реально не понимают, что вам больно, они реально не понимают, что вам плохо. То есть как такового нет вообще ядра личности, нет его, понимаете, как такового. Отсюда сначала это очень привлекает, потому что вторая его субличность, некое такое ложное я, он вырастет ложное я, это некая его защита, способ взаимодействия с миром. И в то же время он всячески подстраивается, мимикрирует, изучает, пытается, сканирует людей, да, и пытается подстраиваться по чувствам, по эмоциям, что для вас дорого, ваши мечты, говорите вы о религии, говорите вы о творчестве, любите вы музыку, обожаете котиков, любите детей. Поэтому, кстати, очень мудрый совет, особо никого не пускать близко в душу, если ты близко не узнал человека, не рассказывать о своих мечтах, планах, увлечениях. Потому что нарцисс, считав это все, он может, да и не может, он будет говорить с вами на одном языке. Мне сам нарцисс говорил, у меня, говорит, очень сильно подстройка развита, я, говорит, выживу где угодно, там, в криминальной среде. Он берет, подстраивается. Вам нравится эта книга? И он говорит, что вам нравится эта книга, когда он ни хрена ее не читал. Вы, например, вот я помню одну из моих встреч с нарциссом, я занималась некими такими телесными занятиями, да, на релаксацию. Он подошел, первое, что он начал, он начал за мной повторять, понимаете, он начал меня копировать. Он начал везде присоединяться, подстраиваться, отзеркаливал, да, мои взгляды на религию, на отношения, на семью. И вам начинает казаться, что вы встретили идеального человека, что вы для него самые лучшие или самые лучшие, вы его спаситель. То есть вот этот внутренний ребенок, его, да, травмированный, кстати, очень, чрезвычайно жестокий, как такой, знаете, черствый, жестокий мальчик или девочка. Крайне могут ненавидеть все живое, озлобиться от той ненависти, да, от того холода, там, скорее всего, была вот нарциссическая мать. И он пытается с помощью вот этого ложного я вас контролировать, вами манипулировать, будет ломать ваши психзащиты. Но сначала перед этим он хакнет вам психику, подберет к ней код, он влезет через то, что вам дорого, ваши идеалы, ваши ценности. Поэтому не стоит действительно много рассказывать о себе, это достаточно очень мудрое наблюдение, чтобы вот не быть такой жертвой нарцисса. Даже, например, музыку вы одну и ту же слушаете, вы придерживаетесь какой-то религии, он обязательно вам сделает вид, что это ваша родственная душа. Он такой травмированный, от матери часто бывает, и он катается на эмоциональных качелях, то он бог и царь, то он унылое ничтожество. И начинает качать на этих качелях вас. Это человек-перевертыш два лица, то есть самое страшное в том, что вы ищете в нем человечную личность, а там ее нет. Вот представьте, это как некая иллюзия, вообще даже вот в компьютерных играх или фильмы фэнтези смотришь, какой-то фантом создается, и казалось, вот он настоящий реальный человек. А там только иллюзия, фикция. И вы, нет-нет, он же там есть, вот этот несчастный маленький малыш, и вам-то спасти, и все будет хорошо. А там этого нет. Это отражение иллюзии, как вот заманивает, например, в компьютерных играх какие-то иллюзии, какие-то абстракции, какие-то фантомы в ловушку. То есть как раз заманивает, да, таким образом он вас заманивает. У него второй его, так сказать, ложный я – это способ взаимодействия с миром. С одной стороны, это его защищает от нарциссического стыда и помогает получать нарциссический ресурс. Он питается вашими эмоциями, вашими мыслями, вашими чувствами, вашими взглядами. Он сделает все, чтобы подключиться к шлюзам вашей души и обязательно будет, прежде чем разрушить, все облекать в благую оболочку. Он будет хотеть вас улучшить. Поэтому будьте внимательны с теми людьми, которые хотят вас улучшить. У нас на психфаке была такая поговорка «причинять добро, наносить непоправимую пользу». То есть без запроса не работаем. Да, этому тоже нас учили на первом курсе психфака. Действительно, часто хочется вмешаться, но лучше не лезть без запроса. И нарцисс, нарциска или нарцисс, например, подруга нарциска или коллега, которая всячески будет хотеть вас улучшить. Нарциссическая мать – это отдельный разговор, это вообще одно из самого жуткого, потому что мама желает добра, мама хочет помочь. А по факту мама хочет нарциссическое что сделать? Выбить у вас почву из-под ног. Кому ты нужна? Да кому ты нужен? Мама до плохого тебе не посоветует. Оттуда сумасшедшие свекрови или тещи, которые ненавидят вторых половинок жен или мужей своих взрослых детей. Почему? Потому что мама теряет нарциссический ресурс. Отсюда ненависти к внукам. Потому что если невестка со здоровой психикой, она не позволит свекрови и внуков ломать. А если дочь своя у свекрови, она, например, часто, к сожалению, полностью под материнским гнетом. Поэтому нарцисс сначала вас идеализирует. И вообще, знаете, все экстремумы это быть и на страже. Что вас должно насторожить, чтобы нарцисс вашу личность не разрушил? Когда вами так восхищаются, когда так вот прямо вами восторгаются, у меня обычно все сигнализации вопить начинают. И, как правило, я не ошибаюсь, это такой заход за халявой. Либо дайте мне любой ресурс, эмоциональный, энергетический, там проконсультируйте меня бесплатно. Попытка выпотрошить, слить, потому что у нарцисса очень много негатива, и он ищет, на кого бы это слить. Да, и, конечно, чем нарциссическая расщепленная психика отличается от здоровой психики? Он все вытесняет стыд, боль, отвержение, ненависть и проецирует на вас, но не сразу. Сначала вас идеализирует. Сначала этот милейший, услужливый человек, или он вами, восхищается. Вот, наверное, поэтому есть такая заповедь, не творить кумира, не петь кому-то дифирамбы. Они, я так думаю, хитро подглаживают гордыньку. Поэтому, если вы духовно растете, психологически, и следите за своей гордыней, то есть не путать чувство собственного достоинства, гордыня – это крайность. Один из моих наставников очень классно говорил, что все экстремумы нежелательны, когда мотает. Когда нарцисс идеализирует, когда ты такая одна, такого больше нет, ты мечта моей жизни, или ты идеальная дочь. Но другая крайность, например, матери нарцисса, у нее один ребенок золотой на пьедестале, а другой – козел отпущения. Кому ты нужна, кроме меня? Кто тебе, кроме мамы, правду скажет? А такая мама нарциссическая, она скажет, какие ваши друзья хреновые, какой ваш муж плохой, какие у вас коллеги на работе дурные. То есть она сделает все, чтобы оборвать с вами социальные связи. Любые психически здоровые люди для нее угроза, потому что они вас выведут из нацистического морока или не дадут туда пасть. Вообще, я сама такую поговорку вывела. Если нарцисс про тебя сказал плохо, значит с тобой все в порядке. Значит, этап идеализации, дифирамбы, он настолько вас бомбардирует вниманием. Ребят, как в секте. Там один из этапов вовлечения в секту, первых таких – бомбардировка любовью. Такой окситоциновый взрыв. Вам кажется, вы попали в рай, вас любят, принимают. Даже если вы плохо играете, поете на гитаре, плохо рисуете. Объективно, да, он восхищается, как будто вы Микеланджело или Пикассо. И со всех сторон он вас обволакивает. Он создает иллюзию. Я просто сейчас свой опыт вспоминала с абьюзером, с нарциссом. Там иллюзия рая. Вот именно иллюзия. Вселенской любви и счастья. Такого мира покоя он имитирует. Он очень глубоко имитирует, как ребенок в безопасности в животе у мамы или на руках у мамы. И заботится, и перелетает на помощь. Все, вам кажется, вы нашли рай на земле. Или это может быть нарциссический, например, родитель, который создает такую иллюзию, что он всего себя посвятил детям. Но не от любви, а от крайней нужды, от той пустоты черной дыры внутри нарцисса. Как говорится, мама прожила свою жизнь, проживет и твою. Или отец-нарцисс. Не буду называть, но вы, наверное, поймете, о ком я. Который ест, питается своими детьми, делая из них вундеркиндов, делая из них дрессированных собачек. Там по детям видно нервные тики, что они несчастливые. Это уже и психиатры разбирали. Шуров разбирал, психиатр просил безобразие прекратить. Прямо видно, как дети сохнут, например, жена сохнет. А папа такой пышет здоровьем, вытягивает, высасывает ресурсы. И все восхищаются неподготовленные, какой отец молодец, какой папа всего себя посвятил. А там папа тоже питается, высасывает. Ну, как говорится, эти дети подрастут, мы узнаем много нового. Как, например, известная пианистка, которая росла с токсичнейшим отцом, тоже очень много интересного рассказала. Значит, будьте внимательны, если вами начинают очень сильно восхищаться. Здесь, конечно, имеет смысл тренировать свою психику. Да, как тело, тело, например, среагирует в моменты экстренной опасности, так и психика. Чем, например, психотерапия и коучинг занимаются? Они помогают прокачать эмоциональный интеллект. Она чувствует фальшь на уровне чуйки, на уровне инстинктов, на уровне интуиции. Это фальшь, и это поможет притормозить. Во-вторых, всегда будьте внимательны, у нарцисса все очень быстро. Это как в токсичных продажах, я такие продажи не люблю. Как называется, какой маркетинг-то? Какой сектантский маркетинг? Не дать подумать, принять решение. Нарцисс очень быстро хочет на вас жениться. Очень быстро вы начинаете жить вместе. То есть он звонит по 20 раз в день, встречает и со всех сторон вас обволакивает. Но то же самое происходит в сектах. Не зря секта разрушает, ломает личность так же, как ломает ее, разрушает нарцисс. То есть, по сути, стирает личность, подсаживает ложное я, подсаживает как вирус, например, в компьютер, ваш рабочий ноутбук, или в телефон для того, чтобы уже ресурс вашего гаджета работал на них. Например, воровать какие-то финансовые средства, какую-то информацию. Вот этим занимается вирус. А вирусная программа может быть под видом любого, например, фоторедактора, под видом какого-то офисного, например, редактора, под видом какого-то просто фильма или какого-то полезного приложения. Поэтому у вас должны быть встроенные фильтры. Следующий этап, как нарцисс разрушает личность, начинается после такого периода эйфорического бомбардировки любови, начинаются первые признаки, например, некий холод. Или он начинает пропадать, он вас начинает раскачивать. Холодно, тепло, взял пропал на несколько дней. Сегодня он с вами, тут он исчез. Или мама-нарцисс, вроде все, она рядом, любимая, а тут хопа. И человек переверт, он поворачивается другим лицом. И вы хотите вернуть вот того, какой он был. Милый, нежный, спасти несчастного нарцисса или спасти свою маму. Хотите вернуть вот этого вот любящего человека? Хотите. То, что он вам показал, да, какая вы классная, он вас как будто вот отражает. Поэтому здесь нужно тоже себя очень чувствовать. Вы хотите это вернуть. И как любой адекватный человек начинаете задавать вопросы. У кого есть, например, эрфлексия, эмпатия. Может быть, я что-то сделал не так. То есть, ну, в адекватных отношениях, да, оба задаются вопросом, где я, например, не прав. Мы же понимаем, что мы можем косячить, да. Вот. И вы начинаете копаться в себе. Но нарцисса только этого и надо. Он против вас же использует свойства вашей психики. Воображение, вина. А тут, как правило, цепляются застарелые травмы. У многих они есть. И мы хотим вернуть вот того, кто он был, да. Начинаются первые звоночки, холодные души. То есть, если ты думаешь не так, как надо нарциссу, чувствуешь не так, как ему надо, достаточно ему не поклонились, достаточно не облизали нарцисса, достаточно ему не подали его вот этой грандиозности, он может обесценить. Или он возьмет и перестанет давать вам любовь и нежность. А у вас уже выработалась вот эта привязка, окситоцина, эндорфиновая. Вы думаете, что встретили человека, который вас принимает безусловно. Есть ли такие люди вообще, ну, может быть, среди святых? В этом плане, кстати, здоровое понимание здоровой религии может дать мощную опору на источник бесконечной любви, мудрости и силы. И там будет все в порядке. Такие люди, действительно, их очень трудно зацепить нарциссу, как правило, на обход стороной. Поэтому, конечно, имеет смысл развиваться духовно. Так вот, начинается обесценивание, начинается пропадание. Если ты не думаешь, как хочет нарцисс, если с ним поспорил, оделся не так, сказал не так, он не даст вам той прежней дозой подпитки. С нарциссом будьте очень осторожны. Если вам кажется, что вас принимают безусловно, вы встретили родственную душу. И такое действительно бывает в здоровых отношениях. Но нужно понимать, что все люди не идеальны. И не бывает такого, что вот прямо тебя постоянно принимают. Безусловно, человек себя-то не может часто принимать. Бывают конфликты в отношениях, несогласия. Но в здоровых отношениях отношения строятся на уважении к личности, на принятии, на тепле. И он это имитирует, понимаете? Самое опасное, что нарцисс вгоняет вас в детское состояние, где ты прямо, вот маленький ребенок, которого ангелы на руках баюкают. Только эти ангелы-то падшие. Эти ангелы-то с рогами и с хвостами. Но сразу не видно. Вот этот этап такой психологической обработки. Нарцисс на этом этапе может вину навязать. Например, нарциссическая мать обвиняет ребенка, что он не такой. Нарциссическая мать на ребенка будет проецировать свои эмоции. Она ему будет всаживать, что он виноват, что родился. И испортил маме жизнь. Поэтому часто в терапии с детьми от нарциссических родителей приходится именно убирать эту вину. Он виноват, что родился. Ну нет, конечно. Это же ответственность взрослых людей вступать в отношения. Но мать нарцисс зомбирует. И смотрите, почему трудно, например, избавиться от наркотической, алкогольной зависимости. Эмоциональный от нарцисса любовный, игровой. По сути, суть зависимости одна. Очень упрощенно меняется биохимия тела. Нарцисс сначала сажает на окситоциновую иглу. Это гормон обнимашек. Выделяются такие вещества, которые приносят удовольствие. А потом начинаются эмоциональные качели. Не то сказал, исчез, пропал, перешел на личности, облил вашу внешность, прошелся по вашему внутреннему миру. Стресс, кортизол, адреналин, норадреналин. И образуется такая биохимия, да, как эти вот эти американские горки. А если, например, еще и в детстве такое было, то человек прямо обовлекается. Жертва вовлекается в цикл нарциссического абьюза. И самое страшное, что нарцисс никогда не виноват. Он всегда прав. Он может сказать, извини, да, но он это скажет для того, чтобы снова вашу психику напакостить и получить ресурс. И он никогда себя виноватым не считает. Он, наоборот, вам будет говорить, ты абьюзер, ты токсичный, ты эгоистка. Ой, вот, влюбленный у нарцисса, ты эгоистка. Ты бессовестная, ты думаешь только о себе. Ты ничего не ценишь. И это шок, это газлайтинг, это взрывает мозг. То есть сначала вывели на эмоции, потом обвинили. А по факту нарцисс вас обвиняет в том, что он делает сам. Например, мать нарциссическая начинает свою дочь обвинять во всех смертных грехах. А по факту она вот эту всю нарциссическую тьму проецирует вас. То есть с больной головы на здоровую. С нарциссами ощущение, что с ума сходишь. Потому что включаются наши любимые зеркальные нейроны. То есть это нейроны, это такие клеточки, которые передают информацию. А зеркальные нейроны, они помогают нам обучаться. То есть зеркали перенимают опыт. Ну как мы будем обучаться, как не перенимая опыт. Классно же. А тут он не может считать толком. У вас начинает система путаться, запутываться ноги. Это все равно, что вам говорят, иди вправо, а левая нога должна идти вправо, правая влево. И вы вот так вот запутались просто. То есть начинаете сходить с ума и начинаете копаться в себе. И начинаете пытаться вернуть тот этап, медовый месяц, золотой какой-то там бомбардировкой любовью. Этот окситоцинно-эндорфиновый приход. Это удовольствие. Вы хотите вернуть этого человека, потому что уже есть зависимость от него. А его там нет. Его там просто, этого человека, нет. Это как иллюзия, как фантом, который, например, считывая вас, он показывал. А на самом деле этого нет. Он это делал для того, чтобы войти к вам в доверие. А потом внедриться и разрушить вашу личность. Клинический, патологический нарцисс, он не способен видеть свои косяки. Он никогда не признает, что он неправ. Газлайтинг – это излюбленный прием нарцисса. Поэтому будьте внимательны с этими родственными душами. Так сажают на крючок. Хотя я не спорю, что родственные души реально существуют. Но вот мое наблюдение, знаете, я думаю, все, что связано с более-менее здоровой частью психики, оно не имеет эйфории. Эйфория, я вижу, как наркотический термин. Я бы сказала, благодать, миротвори мир, спокойствие, тишина. И если, например, вы сами росли с травмой в семье, где были нарциссы, психопаты или абьюзеры, вы привыкли к эмоциональным качелям. Мама орет, истерит или плачет, папа пьет, вас там обижал кто-то, кто-то был жертвой. То вам привычный сценарий, который устраивает нарцисс. То есть сами жертвы нарциссов говорили, мне скучно с хорошими парнями. Мне с ними скучно. Вот хороший, надежный парень. Он же не даст вот эту дозу окситоцина, эфидорфина, кортизол, адреналина. Отрицательная, положительная биохимия, вот эти качели. Но на этих качелях жить невозможно становится со временем, как на американских горках или как на вулкане, потому что с нарциссом нет предсказуемости, нет уверенности. Понимаете, вот постоянное ожидание подставы, отсутствие доверия, отсутствие безопасности, уверенности в человеке, это уже на таком этапе, когда он начал чудить. Отсутствие безопасности подрывает вашу иммунную систему, отнимает ваше здоровье, красоту. То есть вы в тревоге, вы все время в стрессе. Люди на 10-15 лет теряли возраст, красоту. То есть ей, например, 30, она выглядит на 40. Ей 25, она выглядит на 35. Потому что нет спокойствия. Нет умиротворения. Есть эйфорическая вспышка. Он дозу дал. И здесь наша ответственность исцелить часть себя, которая это допустила. Но человек бывает личность устойчивая, целостная, сильная. Нарциссы таких любят, психопаты любят. И у нее нормальная семья, хороший сценарий. А нарцисс вот так стал раскачивать, понимаете? Показывает небо в алмазах. Он может из целостной личности сделать того, кто просто разорван на части. Разорван. И приходится себя уже собирать вообще, вообще по частям, по атомам, молекулам. Поэтому будьте внимательны. Нарцисс подбирает отмычки к любой психике. Что это дальше? Дрессировка. Он дрессирует, чтобы вы сидели на крючке вины, например, нарциссическая мать. Обрывает ваши социальные контакты. Он начинает лишать вас любви. А что важнее в детстве, чем любовь мамы и папы? Папа бывает нарцисс. Конечно, к нему ровно применимо то, что применимо к папе, к нарциссу, только с учетом неких гендерных особенностей. Физиология у мужчины и женщины немножко по-разному работает. Вы должны думать, как он, делать, как он и давать ему ресурс, обслуживать его нарциссические нужды. Но проблема в том, что нарцисс никогда не будет доволен. Внутри него пустота. Вот есть в мифах, легендах Гремии и Греции такое наказание, видимо, один из слоев ада, где ел, пил, лил воду в кувшин, а там дна нет, кувшин дырявый. Сколько не лей, кувшин дырявый. Поэтому сколько вы, нарцисс, не даете любви, признания, там просто сам механизм поломан. Вот примите как факт, что просто поломка механизма, что вот стоит человек, а у него дыра в голове, и там, где сердце, душа, любовь, вот этот вот духовный орган, душа, там дыра сидит, там сидит чужой, там сидит крокодил, там сидит голодный хищник, который просто вас ест. Поэтому тяжело избавиться от иллюзий сказки. Мозг цепляется за эти воспоминания. Ведь нарцисс очень сильный манипулятор, он изучая, как работает, как люди себя ведут, он прямо может создать вам полную безопасность, иллюзию вернее, полной безопасности. Как будто вот вы ребенок, да, как вот девушка говорила, я вот как маленькая девочка укутанная в полной безопасности. Но это иллюзия. Поэтому нельзя взрослым людям никому на откуп давать свое внутреннее счастье, опору, нельзя отдавать себя всю другому человеку. Должна быть внутренняя опора. Когда жертва готова сорваться с крючка, нарцисс сделает все, чтобы ее вернуть. Он прикинется хорошим. Он снова вот этот медовый месяц, сладкий период покажет. Это очень выражено с нарциссическими матерями, или отцами, или родственниками нарциссами, или подругами нарциссами. Они все осознали, они все поняли. И у вас опять появляется надежда, что он исправится. Нарцисс может вот этого маленького ребенка периодически показывать его детскую несчастную травмированную часть и вводить в вас заблуждение. Поверьте, потом он отомстит очень сильно. Он вам не простит того, что вы ушли, отвернулись, не погладили его эго, не дали ресурс. Он сначала сделает все, чтобы вас окутать, потом будет мстить и издеваться. Поэтому никогда не допускайте ситуации, чтобы вы были от человека зависимы, не имея ни работы, ни накоплений, ни друзей, ни родственников, ни квартиры. Это очень частая схема. Например, мужчина, нарцисс влюбляет в себя женщину, имитирует, настаивать, бросить работу, настраивать против родственников, против подруг. Можно сказать, что подруги приставали, оберменяет детьми. У меня были случаи репродуктивного насилия, когда жена не хотела детей. Нарцисс тихонечко, например, презерватив снимал и делал ей ребенка, чтобы жертва была зависима и не могла сорваться с крючка и начинает ее есть. То есть, по сути, как нарцисс разрушает, вот так все эти, все эти, запутывает бабочку, или стрекозу, впрыскивает свой яд. Это унижение, обесценивание. Он хочет вас улучшить. Он хочет вас делать, на самом деле, удобным для себя. И яд, который он свой на вас сливает, он как яд паука, у бабочки внутри все переваривает, жесткие части. И вот такой вот перевариванный, мягкий, вкусный для него он потребляет. Он может находить на стороне, часто нарциссы создают гаремы, где они получают нарциссический ресурс, потому что жертве же нужно время восстановиться. Очень интересный этап, который нужно знать. Если вы соскочили, ушли от нарцисса, от партнера или от родственника, неважно, то будьте готовы к тому, что когда вы залежите раны, восстановите психику, как феникс из пепла, нарцисс появится. В 90% случаев он появится, даже если он нашел новый ресурсный корм, и он его нашел, он все равно будет пинговать. Мне рассказывали, например, ситуации, когда уже нарцисс женился, на новом наполненном ресурсе, но все равно старому пингует, пишет какие-то вещи, будучи в браке. Будьте к этому готовы и ни в коем случае не ведитесь, потому что он будет, ну не простит, что вы ушли, как так можно, да, еда ушла, он будет мстить, добивать. Поэтому в терапии с нарциссом есть такое выражение «Убей надежду». Чем дольше вы с нарциссом бегаете туда-обратно, по 100 расходитесь, расходитесь, тем сложнее уйти. В какой-то момент происходят необратимые в психике изменения у самой жертвы. Я нередко говорила о том, что с нарциссом время работает против вас. У меня бывает неоднократно, я отказываю человеку в работе, я вижу, что пожив столько лет с нарциссом, человек настолько переполнился ядом, что он очень токсичен, да. Нарцисс в него сливал, сливал, потому что нарцисс, ломая вашу личность, делает вас помойным мусорным ведром, сливая свои токсичные отходы. И рано или поздно человек заражается этой тьмой. Проблема у нас в стране, что люди приходят к психологу с опозданием лет на 5-10. Нужен психиатр медицинский. А еще, например, психотерапия, она глубже, чем обычная психология работает. То есть работа, например, если нарцисс вас порушил, работа должна быть с тем специалистом, кто знает психотерапию, например, словом. Не медикаментозно, а словом. Почему? Потому что там работа идет такая же, как с алкозависимыми, наркозависимыми, эмоциональная зависимость, любовная зависимость. Должен понимать эту специфику. Обычный психолог, который закончил психфак, такой квалификации не имеет. Не каждый клинический психолог сможет с этим работать. Дальше. Давайте заканчивать. Как вампир заражает другого человека, укусив его, так и нарцисс заражает своей нечистью. Нарцисс схож вирусом, который заражает здоровые клетки. Да, мир заражен нарциссизмом. Это тоже есть. И последнее, что вам хочу сказать. Будьте внимательны при потреблении контента в СМИ. В СМИ сейчас идет борьба за внимание. Не чураются никакими методами. Очень сильно в любых фильмах, сериалах, передачах раскачивают на эмоции. Да, есть экологические каналы, а есть те, которые ломают психику. Например, ко мне приходит клиентка и говорит, я посмотрела сериал и скатилась в жуткую депрессию. Начали разбирать сериал, идет очень сильная раскачка на эмоции. цепляют за травмы, где над главной героиней издевались в детстве или героем били, унижали. И кто смотрит, примеряет на себя. Туда же вот эта музыка дуже раздирающая. И мы открываемся. А нельзя сильно открываться, потому что можно нагадить психику. И потом начинают сажать на вашу открытую психику несовместимые вещи. Вот романтизируют нарциссов или психопатов. Что делают? Совмещают несовместимые. Главный герой толкает свою женщину, бьет, придушивает. Но он весь такой гипермачо, такой весь прямо пышет тестостероном и показывает, как будто это нормальная модель отношений. Это не нормальная модель отношений. Не может быть тиран и садист нежным, любящим, добрым человеком. Но это ложится на подкорку. Это глубоко входит в подсознание. Создает ложную иллюзию. Такую ложную иллюзию, что вот это настоящие отношения. А другие отношения скучные. То есть будьте внимательны, потому что борьба идет за внимание. И я просто смотрела некоторые сериалы «Смех и грех». Там такая раскачка на эмоции идет. Не может быть в здоровых отношениях. А это не продается так. Это скучно, это неинтересно. Хотя и есть хорошие, светлые, тоже добрые фильмы. То есть будьте грамотными потребителями информационного контента. Если вы открылись на сюжет фильма и видите флажки абьюза, что грубо говорит, толкает, швыряет, унижает, обесценивает. Все на фоне. Это же красивая картинка, понимаете? Очень красивая музыка. Это отключает нашу бдительность. Отключает наши психзащиты, вводит в нас морок и получает такой как бы некий транс. И этот фильм или сериал получает прямой доступ к нашему подсознанию и начинает ломать нашего внутреннего ребенка. А потом вот эта клиентка пришла, у нее прямо вот, она говорит, как будто в душу нагадили, напакостили. Зацепили, во-первых, за травмы, за основные такие базовые вещи. Будьте внимательны, после таких сериалов, тоже фильмов, можно заразиться. Вообще, не зря говорят, кто читает книги, будет управлять теми, кто смотрит телевизор. Хотя, понятно, мы никуда не денемся от обилий информации. Просто будьте грамотными потребителями. Если чувствуете, что прямо вот у вас слезы, вспышки, эмоции или такая эйфория от просмотра фильма, это и бывает от просмотра классного фильма. Но следите за эмоциями. Токсичность, нарциссизм, абьюз, это гиперспышка, какой-то адский пепел, это какая-то иллюзия, морок, а потом вам плохо. Вот четкий момент, что вами манипулируют, вам потом становится плохо. Как, например, принял какие-то психоактивные вещества, на утро похмелье. Что касается здоровой информации, фильмы, книги, отношения, то подъем эмоциональный, но не а такое, знаете, какое-то спокойствие, наполнение, мир, благость. Вот как в Библии, да, плоды Духа Святого, то есть любви. Мир, благость, спокойствие, умиротворение. И часто в парах, которые в здоровых отношениях, я за годы работы наблюдаю, нет такой гипердури, нет таких качелей эмоциональных, но это скучно, да, например, это так не продается, надо раскачать на эмоции. То есть помимо отношений среди людей сам информационный поток несет вот такую заразу. Поэтому будьте грамотными потребителями, прокачивайте критическое мышление. Что такое критическое мышление? Как говорил один из моих наставников, ну да, надо держать сознание открытым к миру, но не настолько, чтобы в него мог напакостить любой окружающий. А если все-таки где-то что-то зацепили, заразились, ну ничего страшного, ну в смысле заразились, какую-то приняли в себя ложную информацию, чужие проекции, какую-то токсичность, да, пошел, помылся, очистился. То есть навык психологической гигиены, да. Вот. Значит, как стать более сильным прокаченным? Как, например, если вы в нарциссических отношениях его отключить, я под видео оставлю ссылки, если вы еще не смотрели. Там пара техник отключения нарцисса, проморок нарцисса и ссылки на мои программы и курсы, где это можно сделать. Стремитесь к тому, чтобы ваша личность была целостная, прокаченная, сильная, чтобы вы владели навыком быстро восстанавливаться. Это вот если я вам скажу, что вот мы сейчас, вот я вас в программах научу стать сильными, и вы никогда не попадете под нарциссический морок. Ну это, конечно, и глупость. Это все равно, что сказать, мы сейчас тебе дадим, врач скажет, суперлекарство, ты больше никогда не заболеешь. Ну это глупости. Но, во-первых, сократит количество ошибок, а главная цель научиться быстро подниматься, быстро восстанавливаться. Ну не главная, но очень такая хорошая цель, чтобы вы просто быстро восстанавливались. Все-таки главное не пустить. Главное это всегда профилактика, чтобы психические защиты работали. Для этого надо понимать, что у нарцисса как такового и дыра личности вообще нет. Это, если угодно, ну возьмите, например, какую-то статую, куклу и разломайте ее. Вот она разломанная, она не целостная. Ну вот как я вам приводила пример, есть человек с сердцем, с эмпатией, с душой, с любовью, а есть робот-бионик, который полностью имитирует человека, у него интеллект может сильнее, и будет сильнее работать, если вот это вот, например, компания нейросети, да, они провосходят по интеллекту большинство людей. Но нет самого главного, то, что делает нас людьми. Он же не человек, бионик он не человек, робот, робот-бионик. Вот это нарцисс. Вот это нарцисс. Жутко страшно. Знать об этом надо, осуждать не надо, что осуждаешь, то и получаешь. Нужно понимать, что эта дьявольская машина, например, бионик, обладает колоссальными возможностями, и, ну возьмем сценарий терминатора. Это один сценарий будущего, если мы не будем над собой работать. Там машина, искусственный интеллект решил, что человек на земле не нужен. Кто такой дьявол? Это гений без любви. Любовь делает нас человеком. А есть те разработки, например, трансгуманизм, они считают, что эмоции вообще отключить надо. Слияние человека с машиной. Нарцисс вот та же самая машина. Без любви, без сердца, поэтому отломить вам эмоцию, ручку, ножку, разбить ваше сердце, разломать вашу психику, для него это абсолютно, потому что это как робот. Робот, который андроид, гибионик, полностью похожий на человека, но он не человек, а робот. Да, сочувствую, что когда-то с ним произошла вот эта травма в детство. Да, я считаю, что такими могут и родиться, но я не буду сейчас темы трогать, их можно там с коллегами обсудить. Сочувствую, но это не значит, что я его близко подпущу. Например, я реально сочувствую тому, кто рецидивист, сидит в тюрьме. Сочувствую, что человек сломал свою жизнь. Может быть, его били в детстве, издевались, скорее всего. Но это же не значит, что сочувствуя, я пущу его в свой дом, я буду с ним общаться и подпущу его, например, к моему ребенку или к своей семье. Я сочувствую очень где-то на расстоянии, понимая, что человек опасен. Ну, давайте под видео я оставлю техники, практики, ну и пишите, конечно, свои комментарии, свой опыт, свою обратную связь. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok